Всем привет дорогие друзья, с вами First One и это очередной выпуск посвященный игре битвы за трон вконтакте. Итак, у нас простаивает два рабочих, это не порядок, надо их куда-нибудь отправить, ну пускай пока что оборону улучшают. Прокачаем две башни, сразу скажу не надо мне в комментариях писать, что надо в первую очередь шпили или зекураты прокачивать, они уже и так на максимальном уровне, ну разве что вот шпиль еще один улучшается до максималки, возможно мне на моем уровне замка. Так, а теперь все рабочие заняты, так что надо бы куда-нибудь отправиться, кого-нибудь побить и как раз я хотел посмотреть карту мира, там была одна миссия, правда не уверен насколько я смогу с ней справиться, но давайте хотя бы попытаемся. Итак, воровская яма. Так, здесь у нас четыре шпилен, давайте попробуем молниями снести парочку, а все остальное затащить орлами. Надеюсь, что молнии их с двух выстрелов уничтожат. Так, раз, два, вот нет, к сожалению надо три удара на один шпиль. Давайте тогда так, этот шпиль, а дальше посмотрим куда полетят орлы. Так, кажется орлы идут на север, да? Тогда будем бить этот шпиль. Ну и на этот пару, или нет, на этот лучше. Ладно, молниями, в общем все, ударили, что только можно, но вот что-то мне кажется, что орлы не затащат тут. Так, давайте, ребятки, сносите этот шпиль. Ну хотя бы этот уничтожьте. Эх, нет, одними орлами тут не затащишь. Ну не знаю, попробуем тогда в будущем тактику целой толпы троллей и магов, но это попозже. Сейчас пока закажем самые простые войска, чтобы кого-нибудь пограбить. 240 разделить на 3. Будет 80. У нас есть 3 барака, значит в каждом по 80 бойцов. Но давайте, наверное, даже маленько разбавим. Ну не будем уж там вдаваться в точности. Ну 78, так 78. Здесь тоже 80. О, точно попал. А здесь наймем гоблинов. Тоже 80 гоблинов. Эти войска, конечно, не самые мощные, зато быстро строятся и помогут нам кого-нибудь грабануть. А пока они строятся, давайте проверим почту. Может быть кто-нибудь на меня нападал. У меня, как правило, всегда много ресурсов, поэтому часто нападают. Так, ну вот что-то никто не нападал. Только 16 даров. Ладно, давайте соберем тут все. Хотя мне уже, знаете, не особо-то и нужны эти. Это манна, ее и так уже навалом. А значит, не остается ничего иного, кроме как дождаться, пока построятся войны и отправиться в бой. Кстати, у нас тут выполненное задание есть. Улучшил я мельницу, исключительно только ради того, чтобы выполнить задание, чтобы оно не болталось. 7000 хлеба, также еще одно выполненное задание. И теперь мне предлагают улучшить замок. Но замком я займусь позже, когда прокачаю все постройки, ну разве что кроме добывающих. Но все склады надо тоже улучшить. Итак, наши войска готовы. Я, правда, допустил ошибку, когда заказывал. Не учел, что... Что у нас гоблины быстрее строятся, чем рыцари. Ну ладно. Надо отправиться в бой, теперь кого-нибудь пограбить, заработать маленько ресурсов. Но даже не столько ресурсов. Интересует, сколько заработок, всяких перьев и прочей ерунды. Да, кстати, я же совсем забыл заклинание. Давайте вернемся на базу, все-таки закажем заклинание. Без заклинаний никуда. 5 молний. Ну ладно, давайте сделаю исключение. Закажу один огненный шар, я все-таки его ни разу не смотрел. Так, а как отказаться-то? Наверное, уже никак. Ну все, вот и готово последняя молния. Очень меня радует обновление, что ускорили создание вот этих заклинаний. Потому что, как правило, я всегда забываю их заказать вовремя. Так, ну ладно, не будем особо заморачиваться с выбором врага. Пускай будет этот, он хоть и не слаб, но нам не важно снести его полностью. Нам главное просто как можно больше ему построек разнести. Так, снесем ему здесь. И, наверное, второй зекурат. Просто вынесем все, что сможем сверху. А там уж пушки, наверное, закидают наших солдат. Теперь высаживаем толпу. Там, часть здесь. И, наверное, часть здесь. Ну, можно еще по центру какую-то часть. Гоблины. Гоблины, идите вдоль стен. Небольшой отряд. И кто-нибудь здесь. Все, я думаю, когда доберутся до пушек, там их, конечно, уже порушат. Но какое-то время ребята поживут. А может даже и всю базу снесут, если повезет. Но нет, вот одна пушка остается. С ней уже ребята не справятся. Что ж, отлично. Больше у нас войск нету. Давайте посмотрим результат. Одно. Один камень какой-то добыли. 300 тысяч хлеба. 400 тысяч золота. Что ж, неплохо. Давайте закажем еще войск. Давайте теперь вообще быструю армию закажем. Потому что как-то неохота долго ждать. Закажем в этот раз по 80 гоблинов в каждом бараке. Посмотрим, что смогут эти ребята сотворить. Так, сколько их примерно придется ждать? 8 минут. Ну что ж, недолго. Подожду. Ну вот и готова еще одна партия войск. Кстати, да, заклинание. Как всегда забываю про заклинание. Так, давайте один огненный метеор. Хочу просто его опробовать. На самом деле оно меня не устраивает как заклинание. Потому что молнией я пользуюсь, чтобы вывести из строя какие-то отдельные страшные сооружения. А вот метеор бьет по области и не так уж больно. Хотя если бы рядом стояли там несколько шпилей или несколько пушек, то был бы от него прок. Но как правило их ставят в разноброс. Так, еще одна молния. Все, можно отправляться на поиск врага. Ну вот, давайте этого попробуем. Хоть он и силен, но это все ерунда. Так, давайте фаербол сюда. Бу-бух. Слабенько, конечно. Очень слабо. Даже не знаю, что из себя вот эта пушка представляет. Но судя по всему, это грозное оружие. Давайте его тоже, наверное, снесем. Да и молнии-то мало бьют. Зря даже на нее потратил. Лучше бы какой-нибудь зиккурат или вот эту пушку снес. Ну давайте, последний удар с молнии. Три зиккурата, одна пушка. Наши войска, конечно, с этим совсем не справятся. Но, кого это волнует? Нам главное каких-нибудь перьев набрать. Как можно максимальнее их в разноброс. Давайте еще здесь, ребятушки, высадитесь. Где вас можно еще? Но тут пушки вас будут донимать. Давайте здесь где-нибудь на юге. С уголка. Меня даже ресурсы не волнуют. Меня больше волнует какие-нибудь перья достать, что-нибудь такое. Так, бой закончен. Сколько украли? Ну, миллион золота, 500 тысяч хлеба. Правда, ресурсов никаких не достали. Ну да ладно, склады забиты под завязку. Теперь, наверное, я закажу воинов для миссии. Строиться они будут долго, поэтому этот бой вы увидите в следующем выпуске. Попробую ту миссию, с которой мы сейчас не справились, пройти с помощью схемы троллей и маги. Так, я могу построить 48 троллей. Занимают 5 места в армии, а маги 4. Ну что ж, сколько бы нам троллей вас поставить? Надо бы так побольше, чтобы танковали так танковали. Так, допустим, если я найму 30 троллей, ну так чисто предположительно, сколько я смогу нанять магов? 22? Маловато, наверное, будет. Давайте все-таки 25. 25 и 24 мага. Ну ладно, бог с ним, по 14 в каждом закажем. Меня на самом деле не волнует, сколько они теперь будут по времени строиться, потому что этот бой я произведу только завтра. А может даже через пару дней. Ну что ж, ребята, а на этом я заканчиваю наш сегодняшний выпуск по игре. Если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok